Приветствую вас. Давайте мы разберем ваш вопрос, Татьяна. Я думаю, что ответом на ваш текст, на вашу историю, будет, в общем-то, ваша фраза о том, что всё закрутилось, появились чувства пищевые, и он переехал ко мне жить. Вот я думаю, что это является ответом на то, что между вами сейчас происходит. Почему? Вы пишете про то, что расстались с парнем до этого, вот, расстались из-за его измен. Да? Измены – это драмы само по себе, для вас это психологическая драма, возможно, скорее всего. Вот. А драму эту вы, скорее всего, не прожили до сих пор. Вот. Ну, то есть, вот, ничего, как бы, с ней не делали, да, никак её не проговаривали, никак не, ну, ассимилировали тот опыт, который вы получили. А также не, вероятно, смогли увидеть причин, да, по которым вся эта ситуация, в принципе, стала возможной. То есть, почему начались измены, да, почему вы предпочли расстаться с молодым человеком. Вот. И, конечно, я здесь не в том смысле, что вы не должны были этого делать. Нет. Это, понятное дело, вам решат. Но, всё же, тот факт, что вы решили расстаться с молодым человеком из-за измен, да, и то, что, судя по всему, измена была не однократно, да, опять же, судя по тому, что вы пишете, вероятно, измены были, ну, как бы, как бы так сказать, да, многократно. Вот. По крайней мере, точно не единственная была эта измена, или эти измены были не единственными. Вот. В любом случае, в любом случае, у всего этого есть причины, и с этими причинами вы, к большому сожалению, не знакомы. А изучить этот момент, исследовать этот момент очень важно и нужно, потому что без этого, без этого вы не сможете для себя сделать какие-то выводы, да, относительно, ну, вот, ситуации, да, с которыми вы сталкиваетесь сейчас. И не нужно думать, что эти ситуации между собой никак не связаны. Связаны и еще, еще как, еще как эти ситуации между собой связаны. В частности, то, что у вас, вот, как вы говорите, значит, все закрутилось, это вот связано с некой такой, знаете, я бы сказал, ну, торопливостью, да, с некой такой, неосозненностью, того, что происходит. Это первое. Второй момент, очень важный, заключается в том, что у вас опять идет ревность, то есть опять идет, вот, ну, в этом смысле, да, опять идет как будто бы фиксация на, значит, гендерной составляющей ваших отношений, вот. И вот такое ощущение, да, что есть, значит, определенный дефицит того, что вас может связывать с молодым человеком. То есть вот как будто бы, по крайней мере, вот, по моим ощущениям, да, вот, есть у вас такая проблема. Вот, естественно, 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 я не могу и не хочу утверждать это наверняка, я не знаю, но выглядит, выглядит все вот таким образом сейчас. Вот. И, соответственно, то, на что, то, на что вам нужно обратить свое внимание, как мне кажется, как мне видится, вот, прямо сейчас вот то, на что вам нужно обратить свое внимание, внимание, это на то, что между вами и молодым человеком общего, это первое. Второе. Не слишком ли вы зависите от него, от молодого человека, да, то есть, ну вот, для меня как-то, вот, знаете, как будто не совсем понятно вот то, что вы его ждете, да, вот, то есть, ну, тем более, тем более, что вы, как бы, вы знаете, что он там гуляет, да, и вы знаете, что не, ну, неизвестно, когда он, когда он придет, вот, вы это знаете, но все равно, да, значит, его ждет, вот, то есть, это, ну, вот, это вызывает вопросы. Лично у меня это вызывает вопрос, вот, то есть, это вопрос, ну, вот, касающийся вашей самодостаточности, вашей автономности, может быть, вот, и, собственно, ваших целей жизненных, вот, именно ваших, не молодого человека, а именно ваших жизненных целей, вот, то есть, грубо говоря, куда вы, вот, нацелены, да, ну, вот, по жизни, да, к чему вы стремитесь, да, и вообще, вот, как у вас обстоят дела, в целом, да, с такой вот наполненностью жизни, вот, потому что есть такое ощущение, да, что с этим у вас могут быть проблемы, вот. Вот, значит, то, на что я бы хотел обратить ваше внимание. Естественно, я не скажу вам, и я думаю, я думаю, никто, никто, я думаю, не скажет вам, как действовать. В вашей ситуации, да, потому что, ну, сначала вам, на мой взгляд, нужно разобраться в себе, да, вот, а сначала нужно разобраться в своих чувствах, вот, и сначала нужно понять, что вы хотите, вот, а дальше уже после этого, вот, после этого уже можно, смотреть по направлениям, да, по направлениям, да, то есть вот куда, как вы хотите и так далее, вот. Я думаю, что только таким образом у вас будет, ну, возможность, значит, для себя принять, ну, какие-то решения, вот. Потому что сейчас, как будто бы такой возможности у вас нет, вот, ну, потому что вы можете сами не отдавать себе отчета в том, чего вы хотите. Вот. Вы можете сами этого не понимать. Ну, просто вот на данный момент можете этого просто не понимать, да, и в этом, ну, как бы, не отдавать себе отчет. Вот. Вот. Соответственно, соответственно. Со всем этим можно помочь вам разобраться, со всем этим можно помочь вам поработать, вот. Вот. И на выходе вы будете иметь возможность для себя лучше понимать, чего вы хотите, вот, в каких направлениях вы хотите двигаться, да, и что, например, что, например, вы вообще чувствуете к, вот, ну, молодому человеку, да. Вот. 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 Пожалуйста. Пожалуйста. Такой ответ я мог бы вам дать. Конечно, 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 конечно. Какие-то решения, да, принимать только вам, вот. Ну, я имею в виду решения по поводу того, как поступать в этой ситуации, вот. Ну, очевидно, сейчас, да, что есть вещи, которые вас не устраивают, вот, только вот не совсем понятно, с чем это связано, что они вас не устраивают. То есть, либо для вас это как-то просто неприемлемо, например, вот, либо вы чувствуете, что вас это задевает, вот. И, на мой взгляд, если вас это задевает, если вы чувствуете прямо, что вас это задевает, вот, то с этим нужно работать отдельно. Потому что, ну, это будет мешать вам, искажать, искажать ту реальность, да, в которой вы находитесь. На этом все, пожалуй, я надеюсь, что вам это было интересно. Я надеюсь, что вам это было полезно. Желаю вам всего самого доброго, удачи, обращайтесь за помощью, вам она пригодится. Буду вам благодарен за обратную связь по моему ответу. Ответ это позволит вам начать над собой работу и сформулировать базовые постулаты для психотерапии. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!